О плачевном состоянии мостов в Кишиневе известно давно и говорилось в прессе неоднократно. В ноябре прошлого года мэр столицы заявлял, что только на реставрацию конструкции на Михаеве Тязула необходимо больше 70 миллионов леев. Сегодня городоначальник нам поведал, что проект реконструкции практически готов и власти скоро проведут аукцион. В лучшем случае за ремонт возьмутся уже в сентябре. Тем временем кишиневцы продолжают ходить и ездить с опаской по аварийным мостам. Больше всего водители опасаются застревать там в пробках. Последняя техническая экспертиза, проведенная в 2018 году, показала, что состояние моста на Михаеве Тязула крайне неудовлетворительное. Здесь необходим срочный ремонт, но до сих пор никаких работ на мосту не проводилось. Мост, который связывает центр Кишинева и секторы Рыжкановка, был введен в эксплуатацию 47 лет назад. Все это время под действием климатических и внешних факторов элементы конструкции приобрели дефекты и многочисленные повреждения. Поэтому функциональные характеристики сооружения давно перестали соответствовать требованиям безопасности движения. В ужасном состоянии. Столько лет. Никто ничего не делает. Компетентные учреждения должны взяться за работу. Не дай бог, может случиться трагедия. Не только этот мост нужно ремонтировать, но и остальные в городе. Тротуары для пешеходов практически на всех мостах города в критическом состоянии. Кишиневский виадук, соединяющий центр и ботанику, тоже выглядит плачевно. В этой пробойне легко может застрять нога. Граждане опасаются гулять здесь, особенно с колясками и маленькими детьми. Ручей, омывающий основания несущих опор, тоже вызывает опасения у горожан. Конечно, это серьезная проблема. Ребенок с маленькой ножкой может застрять. Все мы в опасности. Может обрушиться. Дети и старики могут оступиться и упасть. На Григория Вьеру картина тоже не внушает доверия. Мост, связывающий Рыжкановку и центр города, также требует капитальной реставрации. Он был сдан в эксплуатацию более полувека назад. Застрять на мосту в пробке, в часы пик – наименьшее, чего могут желать автовладельцы. Мост в ужасном состоянии. Когда перегружен машинами, чувствуется, как шатается. Не должно быть такого. Пусть подумают о нас власть, а не только разметку наносить для вида. Здесь нужны нормальные работы. В ноябре прошлого года столичный городоначальник заявлял, что три моста на Измаильской Григория Вьеру и Михае Витязула нуждаются в срочной реставрации. И только на ремонт последнего необходимо 72 миллиона леев. Сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время открытия передвижных пунктов вакцинации, Ион Чабан заявил, что проект ремонта мостов уже готов, но необходимо внести некоторые правки. Мы дорабатываем проект реконструкции. Я надеюсь, что в июне начнется аукцион. Это означает, что экономический агент, будь то местный или зарубежный, если проявит интерес к этому проекту, тогда работы могут начаться уже в конце августа или в сентябре. На Виадуке мы провели некоторые работы инъекционным методом. Мы делаем все возможное, все, что в наших силах на данном этапе, но мы следим за ситуацией на этом мосту. Изначально власти оценивали стоимость всех работ на Михае Витязула в 57 миллионов леев, но ни один экономический агент в прошлом году не заинтересовался проектом реставрации моста. В муниципальном бюджете на 2020 год было предусмотрено порядка 15 миллионов леев только на проектирование и начало ремонта. Затем бюджет на реконструкцию моста сократили до 2 миллионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова